Всем привет, ребят, с вами Акаги, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт, и как всегда, в необычный. А необычное то, что мы сегодня с вами продолжаем играть на скайблоке с одним миллионов модов, и я, кстати, кое-что сделал. Я вам говорил, что нам потребуется эндерняк, и эндерняк нам потребуется для того, чтобы его быстренько перемалывать, получать измельченный эндерняк, и его уже преобразовывать в полезные ресурсы, такие как эндер-жемчуги, цветок хоруса, а также кусочки платиновой руды. Это довольно-таки полезная фигня, и я решил это немножечко усовершенствовать, сделать ее автоматической, всю вот эту нашу ферму. И для этого, оказывается, не так уж и много вещей надо. Чтобы получить нам эндерняк, нам с вами потребуется всего-то ничего, лава и светокаменная пыль. И, по сути, у меня все это есть, я специально здесь даже трубочку провел от светокаменной пыли, которая направляется в наши резервуары с лавой, которые получаются с помощью четырех обожженных тигелей, а также генератора булыжника в количестве двух штук. И получается все довольно-таки автоматически. Сюда у нас с вами помещается эндерняк. Пожалуйста, хоть чуть-чуть. Сейчас. А! Во! Эндерняк. И он перенаправляется уже во флюкс-хаммер, где быстренько перемалывается, получается измельченный эндерняк. И, в общем, вот у нас 11 эндерперлов, 9 цветков хоруса, а также 14 кусочков платиновой руды. Но, скорее всего, это придется хоть как-то нам немножечко усовершенствовать. Например, делать так, чтобы нам сразу не в сторочь контроллер переходило, а переходило хотя бы в сундук, потому что идет как-то довольно-таки медленно. Хотя, даже не знаю, с чем это связано. Но, так или иначе, это работает, значит все хорошо. И сегодня у нас по планам. Да, делать вспомогательную реакционную камеру. Мы в прошлый раз с вами посмотрели, как она делается, немножечко обигели. Сильное стекло, воденный заряд. Где я вам это все возьму? Даже усиленное стекло придется сделать. Ну, мне кажется, мы с вами справимся. Для этого всего нам потребуется с вами одна вот фигня. Это сигналум ингот, который мы можем с вами получить с помощью переплавки сигналум даст, который делается с помощью трех медной пыли, одной серебряной пыли и четырех ретстоуновой пыли. И, благо, у меня все это уже готово, так что мы можем прямо сейчас с вами сделать то, что мы с вами задумывали. Получаем сигналум даст, и теперь нам остается только переплавить. Дальше нам с вами потребуется сделать уже себе плиты. Давайте сразу пойдем просто по порядку. Во-первых, нам нужно ещё сделать сильвер гир Ну, в принципе, у нас вроде как всё это дело есть По крайней мере, я на это надеюсь А, нет, нам не хватает сильвер Делаем две шестерёночки А, чего не хватает? Сочка железа Окей, я думал, у меня всё готово Дальше нам остаётся сделать только сигналом плейт И для этого нам потребуется сигналом ингот Которые у нас уже, в принципе, готовы Но нам нужно взять сейчас с вами броунс хаммер Я его специально заготовил, чтобы нам было проще Уже, кажется, всё переплавилось, да? Где? Вот оно Много мы с вами делать не будем, сделаем всего лишь 10 штучек Литый, готовый А, я понял прикол, нам надо так-то сделать очень много таких шестерёнок Нам нужно с вами ещё как минимум 6 сделать Ё-моё Хотя, мне кажется, я опять неправильно посчитал Потому что нам, походу, сделать придётся прям очень много Если по 3 штучки, окей И вот здесь также 5 Да и, в принципе, остаётся только усиленное стекло сделать Но для этого нам придётся сейчас с вами А, это сигналовое стекло Стоп, подождите, а нам усиленное же можно, да? Да, можно просто усиленное стекло сделать У нас для этого нужен обсидиан, песок, а также огненный заряд Окей, давайте сделаем тогда заранее побольше заряда Нам сколько всего надо? Три штучки вроде, да? Ну да И, по идее, всё! У нас с вами всё готово для того, чтобы сделать то, что мы с вами задумали Усиленное стекло, сигнал у Мингот И, по идее, да, вспомогательная реакционная камера И теперь смотрите, что с помощью этой камеры мы с вами сможем сделать В качестве примера Вы видите то, что здесь у нас всего лишь 8 КФЕ А тут у нас уже 32 КФЕ То есть вы примерно понимаете, как это всё дело устроено И, кстати, нам не хватает всё равно Ё-моё, я забыл то, что у меня 4 такие штучки Это, получается, ещё придётся сейчас сделать Хм, я не хочу Ну и последний Всё, мы с вами полностью улучшили наш магмовый генератор Осталось только, конечно же, интегральные компоненты немножечко подтянуть Но, мне кажется, у нас с вами на это уйдёт очень много времени Как они вообще делаются? Ну-ка, как их можно использовать? Можно сделать укреплённые интегральные компоненты Но для этого нам нужно, опять же, сигналом гир делать Это очень много всего нам придётся сделать Да, конечно, у нас с вами есть задание, которое засчитается, если мы с вами сделаем резонирующие интегральные компоненты Но, блин, у нас на это с вами уйдёт очень много времени А я не хочу его тратить Зато мы с вами какое-то задание выполнили Спасибо за инварингот Опять тут у нас, конечно, задание с вами Редстоун фурнейс Это печка, которая делается из редстоуна Окей, в принципе, почему бы нет Можно выполнить довольно-таки простое задание Чего у меня не хватает? А много чего не хватает Готово! Измельчитель А подождите, измельчитель же у меня есть Я могу его забрать? Он у меня где-то здесь находился Если мне память, конечно, не изменяет Или нет? Я помню, что он у меня был Ээээ, своровали? А, нет, вот он спрятался О, всё, задание выполнили И дальше у нас с вами идёт индукционная плавильня Она делается уже с помощью плавильной печи Песка, либо пескодуш Инваргир Ох ты ж, ё-моё Кстати, здесь тоже задание выполнено Забираем серебро Не, индукционную плавильню тоже можно сделать Почему бы нет? Но сегодня у нас с вами должны быть Какие-то очень крупные задачи Которые можно выполнить Но будет очень-очень тяжело Что это? Я не знаю А, нам нужно ещё точно Камень Ну-ка, камень Пойдём сделаем гладкий камень И сделаем заодно печку у себя И у меня что, печки нету? Да, у меня серьёзно нету печки Зато булыжника очень много Всё, печка готова Теперь индукционная Вот это, да? Ну да А, нам инварингат надо Подождите, а почему его? У меня же и он был Реально, он же у меня был Куда он подевался? Придётся идти опять плавить его и получать А, окей Тут чё-то было у меня Ну, ладно Это пока что мы можем с вами всё убрать Потому что оно мне больше не пригодится Такс И измельчитель А я, наверное, его тоже уберу Пока у нас там всё готовится Железные слитки ещё нужные Да вы издеваетесь? Рамка механизма у нас с вами тоже готова И ещё вот надо Вот это сделать Что это? Красная потоковая покатушка Она вообще нафиг не нужна Ну и всё Остаётся инваргир Идей такого количества должно хватить Готово! Ещё одно задание И что мы... Всего лишь железные слитки и опыт. Я-то думал, что-нибудь крутое будет. Потоковый бур, потоковая пила. Это мне точно не надо. Хорошо, Getting Started 2. Мы должны его, наконец, с вами завершить. И что же у нас с вами здесь по итогу-то осталось? По итогу, реально, очень мало всего. Нам нужно всего лишь с вами сделать Незеритовый апгрейд. Но это довольно-таки просто будет сделать у меня, вроде как, есть алмазные сейчас. Даймонд апгрейд. Да, есть. И теперь нам нужно с вами Незерит. По планам у меня сегодня самые простые вещи, наконец-то, закончить. Еще один алмазный получили. Спасибо, конечно, но мне это не надо. Дальше у нас Flux Compactor. RF Power Red Automatic Compactor. Не могу понять, что это. Если честно, ну, надеюсь, это мне потребуется. Придется, конечно, почитать про это все. Но я думаю, то, что, в принципе, без проблем каких-то смогу сделать. Так, сколько нам всего вот этого надо? Три штучки. Готово. Воронка. Блин, опять железных слитков не хватает. Да вы издеваетесь. Эм, редстоуновый факел. И теперь еще и камень нужно сделать. Это, получается, булыжник опять плавить. Как тяжело быть мной. Как много всего нужно делать. Ну и, наконец-то, еще одно задание. И теперь у нас идет Wild Power for the Furnace. Вот это уже звучит довольно-таки интересно. Это служит как трансмиттер. Короче, это все можно использовать как офигенную плавильню. Это звучит довольно интересно. Я думаю, это надо сделать. Как это у нас с вами производится? Нужна всего лишь одна печка. Плави без проблем. Ах, опять эта фигня. Да вы издеваетесь. Я вот, думаете, хочу делать все эти редстоуновые факела. У меня почему-то вообще не работает, чтобы сразу несколько делалось. Ну ладно, страдать так страдать. Будем делать потихонечку по одной штучке. Ну и все, по сути. Ну и надо бы проверить, как-то у нас с вами все будет работать. Если мы с вами поставим, то здесь оно питается через энергию. То есть нам нужно сначала эту фигню все-таки запитать. Ну, с этим нет никаких проблем. Просто поставим вот сюда. Все, запиталось. Теперь нам нужно вот эту фигню поставить. И, по сути, все. Она должна быть запитана. Давайте-ка с вами попробуем куда-нибудь поставить. Например, сюда. Ну и теперь нужно создать какие-нибудь вещицы. Например, рудное золото. Это мы пока вернем. Ну и давайте закинем, посмотрим, как оно будет работать. И да, оно плавит. Подождите. Отсюда энергия, ну не видно, что уходила как-то. Но это можно использовать как нормальную плавильню. И мы больше с вами не будем тратить уголь. По идее, если мы с вами сделаем таких, сколько всего, 15 штучек, нам тогда с вами вообще уголь больше не понадобится. И звучит это довольно-таки интересно. Поэтому это очень полезная фигня. Дальше у нас с вами остается усиленное улучшение для труб, которое делается. Ну, ладно, просто. Давайте сделаем улучшение для труб. Мы можем прямо сейчас сделать. И также нам нужно с вами сделать еще и алмазную. Окей, алмазная тоже готова. Мы с вами эту ветку закончили. И что же у нас с вами остается? В этой части мы с вами сделали все. В этой части мы сделали все. Остается только augment. Smoking, fuel offensive, blasting и speed. Go faster. А, это специальные такие аргументы для наших плавильней, чтобы все готовилось быстрее. Там все рассчитано на какие-то определенные вещи. Ну, звучит довольно-таки интересно и можно, в принципе, даже попробовать. Ну, а как они все делаются? Нужна коптильня. Хорошо, коптильню-то можно сделать, но нужен булыжник и точнее печка. Окей, коптильня готова. С помощью нее мы можем с вами сделать augment smoking. Готово. Задание выполнено. Дальше у нас с вами идет связанный уже с углем. Его тоже можем без проблем сделать. Дальше что-то похожее на сахар, но здесь нам он уже нужен. Что? Камень? Опять камень? Вы издеваетесь? А, андезит или диорит подойдет. Готово. И остается последнее. Это бластинг. И он уже делается с помощью плавильни. Ну, в принципе, плавильню я могу сделать, но для этого придется опять печку делать. И все. Пойди. Да, мы с вами завершили Getting Started Part 2. И что мы с вами за это получили? Да, только опыт в количестве 40 штучек. Но мы с вами наконец-то это все дело закончили. И самую основную квестовую линию мы с вами тоже завершили. И, в принципе, у нас с вами остается, ну, только побочные задания, которые тоже можно выполнить. Почему бы нет? Но для этого нам потребуется с вами сейчас вообще запариться. Например, сделать полный сет путешественника. И это мы с вами сделали. Ящики для частей. Вот на самом деле, вот мне не хочется делать что-то связанное с Tinker Construction. Потому что это довольно-таки сложно для меня. И, если честно, даже как-то муторно. Я был бы не против чем-нибудь другим позаниматься. Например, эээ, да, не знаю чем. Чем угодно, лишь бы не Tinker Construction. Но выполнить эту сюжетную линию все-таки нам нужно. И дальше нам нужно книгу объединить с цементным раствором «Я есть грудь». И тогда мы получим легкую металлургию. Легкая металлургия. Даже звучит как-то страшно. Зато за это дали 100 опыта. Намного больше, чем за вот эти наши Augment. Твоя первая плавильня. Ох ты ж, ё-моё. Это выглядит страшно. Я даже здесь прочитаю, что нужно. Чтобы сделать специальные металлические инструменты, вам потребуется смелтери. Для того, чтобы сделать определенный металл. Вам для начала придется сделать маленькую плавильню. Чтобы потом разобраться, как это все работает. И сделать огромную, самостоятельную плавильню. Это примерно как должно все выглядеть. Окей. Я так понял, ничего я здесь не понял. Это довольно-таки страшно даже выглядит. Но для этого всего нам с вами потребуются обожженные кирпичи. А для этого нужен цементный раствор. Как кирпичи у меня есть? Кстати, они есть. Ну-ка, а цементный раствор? Цементный раствор у меня тоже есть. Пойдем тогда, наверное... Что я сделал? Что я сделал? Что это? Скорость. Не надо. А, вы смотрите, она... Реально полезная штука. Надо будет понять вообще, как эта плавильня работает. Но, наверное, я ее где-нибудь вот здесь тогда поставлю. Рядом с основными ресурсами. Потому что, мне кажется, они нам с вами потребуются. Я не помню где, но нам точно потребуется с вами платинум. Окей, первое, что нам с вами потребуется сделать, это у нас обожженный кран. Ладно, делается он довольно-таки легко. И нам нужно всего лишь с вами три штучки. А три штучки мы сразу с вами получаем. Дальше идет обожженный литейный резервуар. Делается как будто бочка просто. Окей, с вами тоже ее сделали. А это как будто обожженный литейный стол. Похоже на какой-то предмет из Тинкер Констракшн. Хотя это все из Тинкер Констракшн. Обожженный слиткомерный. Что? Почему так быстро все меняется? Обожженный слиткомерный. Вот это... Да. И остается у нас с вами только ведро лавы, а также обожженный жидкостный резервуар. И все. Ну-ка, ведро, пожалуйста. Пусть у меня нету ведра лавы. Ну, как всегда. Вообще никогда нету, никогда не будет, походу. А можно забрать отсюда лаву, пожалуйста. Главное успеть, главное успеть. Не успел. Ах, все. Жидкость не пойдет никуда. А, стоп. Нет, не то. А в принципе отсюда тогда заберем. Ну и в принципе задание выполнено. Но нам теперь нужно все это дело с вами собрать. И в принципе, ну, запомнить можно как-то выглядит. Но выглядит серьезно очень-очень страшно. Ну, давайте еще раз тогда посмотрим. Вот эта фигня должна быть посерединке. Вот здесь, значит. Сверху на нее мы ставим какой-то резервуар. А, точнее плавильная печь. Это выглядит как... Это реально плавильная печь? Ну ладно. Слева эта, справа эта. Готово. И теперь нам нужно с вами разлить лаву внизу. И походу надо чуть-чуть побольше. Окей, у нас полностью здесь все лавой заполнено. И дальше нам что-то тогда с вами делать? Песочную литейную заготовку нужно сделать. А, делать мне больше нечего. Но походу реально придется сделать. Готово. И теперь нам нужно с вами сделать золотую литейную форму слиток. И как это у нас с вами делается? Короче, я понял. Нам нужен с вами вообще абсолютно любой слиток. А также нам нужно с вами золото. Ну, золото у меня было. Зачем я его взял, сейчас не знаю. И смотрите, как это у нас с вами все работает. Значит, мы с вами ложим сюда форму. Это форма слитка теперь. Также нам нужно с вами загрузить сюда золото. Опа. Загружаем золото. И оно начинает плавиться. И как только это все произойдет, у нас с вами появится расплавленное золото. Которое мы уже с вами можем использовать для того, чтобы создать уже себе свой слиток. И вот мы с вами можем разлить. Оно остужается. И... Опа. У нас золотая литейная форма в виде слитка. И теперь, если мы с вами захотим создать какой-нибудь металл, то мы сможем с вами это без проблем сделать. Надо будет всего лишь сюда, в правильных пропорциях, расположить абсолютно все, что только нам потребуется. Скажем, давайте загрузим это все с золотом. Потому что, а почему бы нет? Мы можем с вами это сделать. И пойдем дальше смотреть, что нам нужно с вами сделать. Во-первых, мы с вами забираем золотые слитки. Нашу задачу мы выполнили уже. А теперь нам нужно с вами сделать смелтер-контроллер. И делается он довольно-таки, ну, не сказать бы, что легко, но не сказать бы, что и сложно. Контроллер плавильни делается... Нужно всего лишь расплавленную медь, а также обожженные кирпичи. И, в принципе, все у нас с вами получится. Но для начала нужно все это золото наконец-то слить. Потому что оно нам с вами сейчас не потребуется вообще. Сейчас золотой слиток у нас с вами получится. Как нам его забрать? О, забрали. Нам потребуется с вами медь. Также нам потребуются обожженные кирпичи. И, по идее, все. Просто заливаем тогда сюда наши медные слитки. Добавляем сюда обожженные кирпичи. И просто выливаем. Хотя нам недостаточно, кажется. Сейчас вроде должно нормально хватить. А, не хочет выливаться. Ах ты, глупый медный слиток. Хочешь побольше, да? Ну, ладно. А, до сих пор не хочет. Чего? А сколько там ты вообще требуешь? А, нам надо сюда его. Так, а как нам избавиться от этой жидкости? Вроде избавились, да? Да. Значит, сюда. Сюда. И у нас получается контроллер плавильни. Только надо, чтобы он остыл. Да? Во, все. Контроллер плавильни. Ну и теперь, по идее, нам просто нужно с вами что сделать? Правильно. Сделать себе, наконец-то, тяжелую металлургию. И которую я, наверное, уже буду изучать. Потому что довольно-таки интересно звучит. Так, это все дело мы с вами сливаем. Бежим за книжечка. А также за обожженными кирпичами. А, нет. Назаритовые слитки. И теперь просто все это дело добавляем. И да, у нас получается книга по тяжелой металлургии. Ага. Как здесь плавильня делается? Как здесь абсолютно все вообще делается? Ммм. Так вот, как она должна выглядеть. Ё-моё. Ваша плавильня имеет некоторые требования. Сделайте ее слишком большой, и она станет настолько неэффективной, что для того, чтобы поддерживать ее работу, вам понадобится колонна из топливных резервуаров. Пол плавильни должен стать из допустимых блоков плавильни, из-за исключения стекла. Допустимые блоки показаны на следующих страницах. Ваша плавильня должна быть прямоугольной. Она не может быть Г-образной, круглой или додекаэдрической формы. Максимальный внешний размер вашей плавильни 16-16-65. Внутренний 14-14-64. Для смешивания некоторых материалов может потребоваться более горячее топливо. Аааа, такс. Обожженные блоки, обожженная лестница. В принципе, пол мы можем с вами сделать как раз таки из наших обожженных кирпичей. Но плавильню нам, походу, сейчас придется делать прям суперогромную. И нам этого явно не хватит. Ой, здесь даже какое-то задание выполнил. Нифига. А теперь нужно еще сделать обожженный слив. Но, ё-моё, мне нужно опять делать обожженные кирпичи. А для этого нужен цементный раствор. А цементный раствор я могу сделать? В принципе, могу. Теперь ждем, когда это все дело у нас переплавится. И давайте, наверное, лишнее сейчас все уберем. Вот это все связано с некерконстракшн. Привет. Тебе что надо? Ааа. Подожди, там у нас что-нибудь. Оооо, вот это мы с вами возьмем. Я не знаю, что это, но я это хочу взять. Дай сюда. Что это у нас здесь? Что я сделал? Ааа, не понял. Ну раз я не понял, значит мне это и не надо было. И обожженные кирпичи у нас с вами как раз таки уже готовы. Значит нам нужно с вами сделать еще вот этот слив. Так, задание завершено. Еще получили кирпичи. Дальше нам обожженный желоб. Нифига себе, что нам, конечно, нужно сделать? Свернувшаяся кровь. Как это делается? Кровь. Кровь как мы можем с вами добыть? С помощью переплавки моба. Но все равно, нам нужно сейчас с вами сделать плавильню. И в принципе, давайте тогда это уже и начнем делать. Для начала нам нужно с вами все вот это забрать. Значит здесь пол мы с вами заменяем. Ставим наши обожженные кирпичи. Эх, тебя вот не надо. И дальше у нас с вами идет жидкостный резервуар. Значит его с вами ставим сюда. Здесь мы с вами ставим контроллер наш. А здесь обожженный слив. По идее и все, да, работает? Работает. А нам здесь даже подсказывают, как нужно правильно построить. Что сделали? Что это? Ай. Не могу понять, что это. А, это лава. Так, ну в принципе, мы с вами уже все приготовили. Но как ею работать? Можно сделать слизисталь, аметистовую бронзу. Здесь прям очень подробно все расписано, конечно. Вот здесь мы как раз таки можем с вами наконец-то сделать ботаниум. И нифига себе, мы тысячу опыта сразу с вами получим. Что нам нужно с вами сделать? Свернувшуюся кровь, которую мы можем с вами получить с помощью переплавки любого моба. Но, кажись, нам с вами потребуются враждебные мобы. Такс, окей. Значит, нам сейчас потребуется эндер лассо. Мы сейчас с вами тогда своруем какого-нибудь пиглина. Почему бы нет? Ну а что, пиглина можно? Пиглина можно. Если бы можно было бы какого-нибудь нормального, живого моба, было бы намного лучше. Так. Пиглин. Как забрать? Как забрать? Так, стоп. Я, кажись, не прочитал инструкцию. Ведро крови. Отлично. И как нам сделать с вами тогда свернувшуюся кровь? Нам нужно с вами, получается, резервуар. Ну ладно, в принципе, это без проблем. И, по идее, сейчас должно все сработать, да? Да, получилось. Вернувшаяся кровь у нас с вами теперь есть. А дальше нам талургическая энциклопедия. Для этого нужно расплавленное золото и также книжку. Так, это можно забрать? Нет, нельзя забрать. Ладно, придется делать кровь. А золото нам как тогда использовать? А, надо сюда просто выкидывать. Отлично. Правда, это опять надолго, кажись. Ё-моё, надо от всей крови избавиться как-то. Нам опять нужна книга, и я понял, как там все это дело работает. Оказывается, мы с вами можем выбирать, что мы с вами будем забирать. Достаточно всего лишь нажать на что-то, и все поменяется. Теперь расплавленное золото. Книжку сюда, выливаем. И получается то, что мы закончили с вами еще один квест. Ладно, Тинкер Констракшн оказывается не такой уж и сложный. Можно было бы, конечно, намного легче все сделать, но... Раз уж так, значит так. Теперь нам нужно еще и обожженную лестницу сделать. Ах, лестница. Пащиба. Еще и обожженное стекло. Пащиба. И остается только обожженный туннель и обожженный желоб. И для этого нам нужен лазурит, которого нету? Нету, но у меня есть. Или подождите, я что-то не тот сделал, что ли? А, нам нужен кобальтовый слиток. А делается он у нас с вами с помощью расплавленный кобальт. Кобальта у меня нету. Как нам его тогда с вами сделать? Разве они у меня есть? А, они реально есть. А почему я не знал об этом? Много слитков нам не надо. И теперь обожженный желоб. Еще одно задание выполнено. И осталось у нас с вами только бронзовый блок сделать. А бронза у меня вроде как есть, да? Бронза. Да, мы можем с вами спокойно это сделать. Все, задание выполнено. Еще и бронзу получили за это. Нифига себе. А дальше, нифига себе, нам нужен латный шлем. Все это делается из кобальта, а также из цепей. Надеюсь, такого количества цепей нам хватит. Осталось только кобальт. Не, ну доспехи я прям обязан сделать. И все, опять сделали. И мы с вами получили всего лишь один кобальтовый слиток. Ах, как-то даже печально. Но зато мы с вами все сделали. И дальше у нас с вами идут, ну, прям, ну не сказал бы, что, наверное, сложные задания. Но явно что-то нам придется с вами делать. А также нам предстоит с вами сделать Soul Lava Bucket. А хотя мы с вами это можем найти. Я видел, где это находится. Мы с вами заберем оттуда просто. А бесконечный источник мы с вами сможем таким образом сделать? Наверное, сможем. Ну, это уже мы с вами сделаем в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилась эта часть. И если вы хотите увидеть продолжение как можно быстрее, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также, если вам просто понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик и не забудьте своим друзьям рассказать. Ну, а с вами был Аккаки. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова.